Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 4 ноября, суббота, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения два апостольских чтения. Это чтение в честь праздника, дня Казанской иконы Божией Матери и рядовое чтение. Сегодня мы с вами рассмотрим рядовое чтение сегодняшнего дня. Это второе послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава, стихи с 1 по 10. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. Потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Но сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем. «И как знаем, что, водворясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое». И так, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня читаем, разбираем отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. И здесь апостол Павел поднимает такую важную тему для коринфских христиан, тему воскресения и тему воскресения наших тел. Дело в том, что и греческая эллинская философия, как мы знаем из учения Платона, противопоставляла тело и душу. «Сома, сима» — тело есть гроб. Тело есть гроб нетленной бессмертной души, от которого нужно освободиться. Таким же образом верили все язычники, в той или иной степени приерживаясь этой теории философской. И вот коринфяне, как язычники, конечно же, тоже подпадали под влияние этой языческой философии. Но, кроме того, коринфяне думали, что они уже находятся в преображенном теле, что они уже воскресли. И это вторая проблема, которую затрагивает здесь апостол Павел. И так он говорит. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный». Здесь, под хижиной, апостол Павел понимает наше сегодняшнее тело, с которым мы родились. И когда он говорит о том, что она разрушится, это обозначает то тление, которому подвержены все тела людей, животных, всего животного мира. Это в целом тление. Человек рождается, и постепенно его здоровье становится хуже и хуже. Это тление, как болезнь, поражает человека, и он постепенно умирает. И так, апостол Павел говорит о том, что знаем, когда наша хижина, то есть тело, разрушится, то есть, будучи подвержены оттлению, мы умираем, мы умрем. Когда тело умрет, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный. И здесь апостол Павел говорит как раз-таки о ином теле, об иной реальности, в которую будет обличено вот это тленное тело христианина. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. И понятно, что мы воздыхаем, ожидая вот этого обличения. Вот эта некая реальность нового тела, она не будет кардинально менять нашего нынешнего тела. По мнению святых отцов, в частности, блаженного феофилакта Болгарского, который толкует этот отрывок на нас, как бы спустится сверху новая одежда. Мы не сбросим себя и поменяем, а мы оденем ее поверх новой одежды. Потому что он толкует греческое слово, которое обозначается в русском синодальном тексте словом «облечься» в греческом тексте звучит следующим образом «эпидисосфе». И вот слово «эпидисосфе» имеет следующее значение не просто «облечься», а «одеть», «одеваться сверху». То есть это некая реальность нового тела, небесного тела. Оно не изменит кардинально нашего тела тленного, но оно придаст ему новую реальность. Только бы нам и одетыми не оказаться ногими. И здесь апостол Павел вводит некий этический контекст, что на самом деле это новое наше тело будет напрямую зависеть от тех добродетелей, которые мы творим здесь, будучи в тленном состоянии. И это очень взаимосвязано. Поэтому нужно здесь на земле озаботиться тем, во что мы оденемся там на небесах. И об этом также говорит Феофилак Болгарский. Только бы нам и одетыми не оказаться ногими. Что, получив эту некую возможность этой иной реальности и присовокупившись к ней по всеобщем воскресении, не оказаться бы нам абсолютно ногими на фоне людей, которые творили добродетели. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. Бременем — это бремя тех скорбей, которые вызваны в нашей жизни как раз-таки тлением, этими болезнями, которые мы претерпеваем на протяжении нашей жизни. Потому что мы не хотим, потому мы не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. И вот здесь как раз-таки эта идея о том, что мы не просто хотим расстаться с этим телом, но мы хотим придать ей новую форму, мы хотим придать этому телу новую жизнь, не чтобы тело наше не было тленным, но имело в себе источник вечной жизни. И к этому призывает апостол Павел, об этом он говорит, о том, что мы не отказываемся, и мы не гнушаемся телесностью, мы не гнушаемся физическим миром, но мы хотим его преобразить, измениться, чтобы смертное было бы поглощено жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем. Благодушествуем, и как знаем, и апостол Павел говорит о том, что мы всегда находимся в благом расположении Духа, несмотря на все скорби. Он говорит дальше, развивая свою аргументацию, о том, что мы, несмотря на то, что мы водворены в теле, в теле тленном, мы все равно достигнем желаемого, и мы улучшим наше состояние в будущем через Бога. И мы ревно состараемся, водворяемся ли, выходя ли быть угодным Богу, водворяясь, то есть, приходя в этот мир и выходя из тела, то есть, умирая, мы все равно стремимся быть угодным Богу, и поэтому мы всегда благодушествуем. То есть, несмотря на наше физическое состояние, в хорошем ли мы форме, хорошо ли у нас все со здоровьем, или же наоборот, мы всегда пребываем в благодарении и всегда стремимся быть угодными Богу. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И в конце он резюмирует, что главное — это творение добродетели, чтобы нам, одетыми, не оказаться как будто ногими, представь перед Господом, абсолютно не имея никаких добродетелей. Поэтому здесь, на земле, имея тленное тело, мы должны стремиться облечь его в одежду добродетели. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok